привет youtube тема сегодняшнего видео будет маленький ремонт или модернизация вот такого вот станочка значит станок в общем-то исправен но как мы видим вот на нем есть мерная вот это вот линейка которая ограничивает выход шпинделя но внутри отсутствует все его компоненты значит вот эта табличка она была тоже грязная покрашена зеленой краской я ее аккуратненько оттер как выяснилось на ней даже присутствует еще заводская шкала значит ну суть в чем сейчас я это разберу и посмотрю что там внутри так внутри мы видим значит винт десятка который здесь вращается то есть но принцип есть какой значит я так понимаю должна быть гайка которая при вращении выставляется на нужный размер ну и соответственно должен быть какой-то хвостовичок который указывает на деление значит сразу вижу проблему значит проблема заключается в том что вот если видно то винт очень плотно прижат к вот этой стенке здесь практически нет расстояния с этой стороны большое расстояние с этой стороны но практически отсутствует то есть сейчас я найду гайку ну и собственно попробую ее чуть-чуть обточить чтобы она сюда накрутилась была взята гайка на 10 ну рядом лежит образец это 12 гайка ну просто для понимания то есть я сделал из шестигранной гайки я сделал квадратную потому что как выяснилось но сбоку где показывал мало расстояние и сзади винт практически прилегает к стенку к стенке поэтому я две грани боковую и заднюю я их практически сточил оставил буквально по несколько миллиметров чтобы было хоть какое-то тело переднюю часть я оставил толстую значит в ней я планирую сейчас наверное или резьбу нарезать или наварить этот язычок я сейчас еще подумаю чтобы он уже непосредственно показывал наделение значит ну суть ясно да была гайка шестигранная я ее сточил вот так для того чтобы она у нас накручивалась сейчас ее попробую накрутить и показать вот собственно видно что гайка у нас нормально накрутилась то есть в принципе даже какой-то вот зазор присутствует то есть она у нас свободно передвигается принципе места везде хватает давайте я ее докручу чтобы она до низа у нас доходила ну вот я ее чуть-чуть на винте чуть-чуть на винте я ее на винт накрутил значит смотрите при передвижении ручки гайка у нас до самого низа опускается в принципе ничего ей не мешает значит следующим этапом будет это мы берем нашу вот эту вот пластину то есть соответственно я ее сейчас болтиками наживлю ну и нам надо придумать хвостовичок который будет во первых служить ограничителем чтобы гайка у нас внутри не проворачивалась и во вторых он будет по отметке приблизительно нам показывать на какое расстояние мы засверлились на какую на какую глубину мы засверлились значит ну вот видно что гайки немножко торт ну гайка вот выглядывает сейчас я маркером нанесу разметку чтобы понимать где этот хвостовичок прихватить ну и скорее всего наверное сварка я просто пластиночку там двухмиллиметровый или трехмиллиметровыми миллиметровую прихвачу а затем постараюсь выточить именно вот красивый хвостовичок беру карандаш 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 я вот так вот видно его на наждаке сделал так немножко плоским чтобы он в лесу нас вот в эту щель и соответственно вот так вот аккуратненько я наношу линию которая будет приблизительно по центру нашей прорези так вы значите взял вот такую пластину собственно приварил ее к той гайке которая которую мы вытачивали значит единственным условием надо обратить внимание это на толщину пластины если мы хотим чтобы наша наш указатель ходил четко он должен как можно меньше крутиться то есть ширина вот этого паза 6 миллиметров я взял пластину пятерка то есть один миллиметр будет на зазор я думаю что он будет ходить ровненько иначе если бы взяли тоненькую пластину то при повороте она по нас бегала туда-сюда это было бы некрасиво значит сейчас я обточу все это дело и будем примерять пропас когда я говорил это вот об этом вот люфте у меня зазор получился минимальный там порядка одного миллиметра это при при регулировке у нас видите немножко в стороны прыгает но я думаю это ничего потому что если его зажать то винт идет неровно он немножко уходит сюда и она здесь будет затирать поэтому я думаю что это допустимо не видел правда как это в заводском исполнении но я думаю все равно люфт и шат какой-то присутствует в принципе после непродолжительных усилий наших у нас получилось вот такая вот гайка с указателем я тут ничего зачищать не стал потому что она все равно прячется под пластиной сейчас я ее накручу в принципе покажу уже как это все будет выглядеть в готовом виде значит колесиком мы выставляем глубину ну например нам нужно засверлиться на 7 сантиметров то есть мы выставляем вот на шкале если видно цифру 7 вот у нас получается цифра 7 вот ровненько 7 я засекаю по нижней планке все собственно после того как мы выставляем нужную глубину это может быть не обязательно там 7 2 5 сколько нужно то есть у нас станок опускается ровно на 7 сантиметров это очень удобно при сверлении ну например если нужно просверлить очень много одинаковых отверстий то есть не нужно каждый раз засверлился там глубиномером или штангелем замерил вышел то есть такое очень часто у меня бывает то есть надо где-то в какой-то пластине или в чем-то на сверлить каких-то одинаковых дырок теперь это стало очень удобно то есть мы выставили там один сантиметр два пять сколько нужно и пошел то есть это все очень сильно ускоряет рабочий процесс в принципе по времени это заняло где-то минут сорок механизма рабочие это нужно было обратить на на толщину самой вот этой вот пластины чтобы она в зазоре как можно меньше играла знаешь еще раз говорю я не хотел делать плотно потому что видно да как делали этот станок какие-то школьники и винт уходит просто на бок для того чтобы был какой-то зазор играть я сделал здесь и здесь понемножечку чтобы у нас все чтобы у нас все ходило то есть вот как мы видим у нас все она ходит кому понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал ждите новых видео всем пока